Можно ли благодаря зеркалам увидеть другие миры? Можно, ответят земляне, читавшие Льюиса Кэрролла. Но это сказки. Можно, подтвердят ученые. И это почти реальность. Вскоре год, как работает на орбите радиоастрон, который своими зеркалами-антеннами изучает таинственные черные дыры. Не обязательно надо создавать телескоп сплошной, а можно работать кусочками телескопа, кусочками линзы или кусочками зеркала. Радиоастрономы работают кусочками очень большого зеркала. Один кусочек зеркала мы запускаем в космос, а остальные кусочки того же самого зеркала находятся на Земле. Все эти кусочки называются радиотелескопами, а образуют они единый большой радиотелескоп. На его создание ушло более 30 лет. В прежнее время разработки ученых казались фантастикой. Первый проект телескопа был размером 1 километр. Из практических соображений телескоп свели к 10 метрам. То, что радиоастрон стал нашими глазами во Вселенную, не просто красивое сравнение. Этот радиотелескоп, выпущенный в космос, он создает такую проекцию. Мы с большого расстояния смотрим на один и тот же предмет, и тем самым разглядываем его уже с большой подробностью. Используя высокое угловое разрешение, радиоастрон дает возможность детально рассмотреть далекие космические объекты. Открывается совершенно новое качество исследований, поэтому в ближайшем будущем загадок, связанных с черными дырами, будет меньше. Черная дыра – это объект, который получается в результате катастрофического сжатия какой-либо массы. Например, массы газа. Если эта масса газа сжимается очень сильно, силы тяготения, поля тяготения вокруг нее нарастают необычно сильно, и настолько сильно, что не выпускает ничто из той области, которая ее окружает. Внутри черной дыры сила гравитации столь велика, что время как бы замирает. Граница является точкой сингулярности, где время и пространство теряют свой смысл. Если мы попадаем в черную дыру, то вообще говоря, согласно современной теории, можно прилететь мимо сингулярности и попасть даже в другую Вселенную. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу пока невозможно. Однако с помощью радиоастрона можно уже реально наблюдать за таинственными объектами, открывать все новые их свойства и выдвигать новые теории. Мне это представляется исключительно интересно, и я тут же начинаю думать, как бы это можно было действительно в ближайшее время проверить и убедиться, что это правильно или неправильно. Так что вот если это назвать мечтателем, то я как раз такой мечтатель. Когда-нибудь благодаря таким мечтателям путешествия через черную дыру в другие измерения, как в сказке про Алису и Зазеркалье, станут действительно реальными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok